МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А мелкая моторика рук успокаивает и расслабляет нервную систему. В 2018 году у нас было организовано движение волонтерское в нашем центре. И я, конечно, с удовольствием вступаю, потому что вступила и работаю, потому что я считаю, что это очень важно, это очень нужно. И у нас все, с кем мы объединяемся, мы чувствуем, что мы нужны. Вот в данном случае, я считаю, волонтерское движение – это показать даже, что ты еще нужен кому-то, ты можешь помочь, ты можешь показать, и это всегда очень важно и нужно. Сегодня серебряное волонтерство в области объединяет 450 человек, из которых самому старшему 89 лет. Чтобы координировать действия всех этих людей, общественных организаций и центров активного долголетия, уже в этом году откроется региональный центр «Серебряная нить». К тому же на развитие собственной волонтерской деятельности Ульяновская область получила грант в размере 200 тысяч рублей. Сумма поступила благодаря отличным результатам на всероссийском конкурсе по формированию центров серебряного волонтерства в субъектах Российской Федерации. Специалисты учреждения приступили к реализации проекта и в настоящее время проходит обучение в городе Ворск, в Волгоградской области, где непосредственно будут принимать участие в мастер-классах, в обучающих тренингах, семинарах, непосредственно по развитию и функционированию региональных центров. В 2019 году подобных центров по всей стране станет уже 30. Это еще раз доказывает, что добровольчество в России развивается в разных направлениях и востребовано не только среди молодежи, но и интересно людям, чьи жизненные опыты и знания бесценны. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.